Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас с вами сегодня опять мукбанг. Как вы видите, каждый день выходит видео. Не знаю, как надолго меня хватит, но пока что вдохновение есть и хочется снимать для вас как можно больше контента. Что у нас на сегодня? Очень странное сочетание, сразу скажу, но мне нравится. Я обычно за кадром очень люблю делать себе яичницу с сухариками. Получается очень вкусно. Особенно если это на сливочном масле. Попробуйте хоть раз. У меня сухарики с беконом. Я хотела взять три корочки, но три корочек не было. Пришлось взять другие, но эти тоже не менее вкусные. Получается просто пушка. Дальше у нас сыр хохон. Вместе с этим сочетанием получается просто обалденно. В общем, сегодня у мукбанги мои самые любимые продукты. Поэтому я уверена, что это все мы с вами съедим. Здесь у нас чай. Мой любимый консервированный ананас. Это просто любовь. Сок, который внутри я прям сразу выпиваю. А эти ананасы это просто моя слабость. Дальше здесь любимый молочный ломтик от Kinder. Это просто шедевр. Это просто шедеврально. И вот такой вот новый йогурт купила. Не знаю, вкусный или нет. Эпика йогурт клубника. Решила взять для разнообразия, потому что моего любимого Донисима, к сожалению, не было. Вот это то, что с кружочками. Его не было. Кто кушает вместе со мной, приятного вам аппетита. А я приступаю, потому что голодная. Это будет мой завтрак. Смотрите на эту красоту. Красота. 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 Вообще обожаю ананас. В любом его проявлении ананасовый сок. Ананасовые десерты. Вот эти кольца. Это просто моя слабость. Что у нас с вами по новостям? У нас подорожал бензин. Точнее, у нас подорожал 92-й бензин. И подешевел 95-й. Это, конечно, вау. Я этому, естественно, очень обрадовалась. Но заметила, что всем недовольна. Потому что транспорт тоже подорожал. Раньше у нас одна поездка на общественном транспорте стоила 40 копеек. А сейчас получается на 10 копеек дороже. То есть сейчас уже 50. Чтобы пойти и прийти на работу, тебе нужно теперь монат. У других странах я знаю, что этот бензин называют премиум. У нас это просто 95-е. И у нас вообще изначально 95-е подорожал. То есть разница между 92-м и 95-м была ровно два раза. Это, конечно, просто был ужас. Но знаете, когда 95-е подорожал, я читала комментарии и просто была в шоке от некоторых людей, которые писали эти комментарии. Вот просто я реально была в шоке от того, что пишут люди. То есть люди писали, писали, пишали. То есть люди писали, хорошо, что подорожал. А нечего новые машины покупать. А наши старые машины подорожают. То есть все реально радовались тому, что 95-е подорожало. Реально эти комментарии меня просто повергали в шок. Сейчас, естественно, такого нету, но все люди недовольны, что общественный транспорт подорожал. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас стоит проезд и где вы живете. в какой стране вы проживаете и сколько стоит проезд, например, на метро, если метро у вас есть. Я заметила, что есть люди, которые просто в априоре ненавидят богатых. Опять же, я не отношу себя к обеспеченным людям, но меня никаким образом не раздражает, не задевает чужой успех. Слово вообще. Почему-то у людей в голове складывается впечатление о том, что если у человека, например, больше добра, больше чего добился человек, то обязательно это несправедливым каким-то путем. Но, наверное, есть такие варианты тоже. Но почему-то некоторые люди считают, что все успешные люди не обязательно что-то у кого-то отобрали, своровали, короче, что-то плохое сделали и разблокотели. Почему такое мышление, я сама, если честно, не знаю. Я помню, когда мы в универе учились, я вам уже рассказывала про это, мы как бы ходили кино, домино, туда-сюда погулять, вместе с нами, не совсем вместе с нами. В общем, учился парниша, который ходил на уроки китайского языка. Для нас было удивительно, зачем вообще тебе китайский, а как же отдых, а как же университетские времена. Ты потом не сможешь вернуть эти годы, а вдруг завтра не будет. Вот так вот мы просто мыслили и смеялись над ним. У него даже в университете были срезы. То есть в университете дела шли реально очень плохо, но он просто забил на все это и чисто занимался изучением китайского языка. Насколько мы действительно тогда были дураками? Мы не то, что ставили его в пример и просто над ним угорали. Он еще параллельно изучал несколько языков. Не только китайский. И вот недавно вижу я его на очень дорогом автомобиле. Очень дорогом автомобиле. Посмотрела на него, посмотрела на свою машину. Я поняла, что тогда нужно было смеяться над собой. Kitty. Мkay. Могу. 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 после этого я поняла что никогда нельзя обесценивать чей-то труд и вот для себя лично мышление что я живу здесь и сейчас а вдруг завтра не будет она тоже неправильная в моем случае для меня она неправильная все вокруг дорожает жизнь в общем дорожает как же вкусно мне кажется я могу прям тонну съесть вот этих консервированных ананасов и все равно мне не надоест немножко дешевле ну как немножко аж на 30 процентов дешевле получается неплохо так на 25 процентов это хохланд с беконом такое ощущение что-то прям бекон кушаешь кондиционер я взяла в кредит просто всех денежек который платит мне квартира съемщица буду платить за кредит кондиционер сразу привезли а вот что насчет установки сказали в течение пяти рабочих дней ждем пока что погода все классно не жарко последние две недели была такая жара просто просто невыносимая сейчас уже нет мама сегодня приезжает наконец-то очень соскучилась иногда вот хочется побыть одной но в большинстве случаев я человек не одиночка мне одной всегда как-то грустно скучно мне обязательно надо кого-то рядом так давайте теперь попробуем этот йогурт выглядит он очень прикольно нигде я рекламу этого йогурта кстати не видела обычно такие продукты не покупаю я люблю покупать все распиаренные обычно не распиаренные продукты бывают какие-то невкусные ну такое неплохо не вау такой немножко как будто с кислинкой с непонятной такой кислинкой сейчас бы хлебушек не просто так наяривать а с хлебушком все всегда растет в цене и вот когда бензин подешевел как-то странно стало на душе неужели в этом мире хоть что-то может подешеветь с моего подросткового периода все постоянно почему-то говорят что рынок недвижимости скоро рухнет цены упадут и вот на протяжении где-то 10 лет все люди об этом говорят но ни разу я не видела что прям недвижимость подешевела все с каждым днем становится дороже и мы привыкли к этому и когда резко что-то подешевела мы же были не такое возможно это же чудо в общем на этом все огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами была айка пока пока пока